Добрый вечер, уважаемые коллеги. Хочу представить вашему вниманию опыт нашего применения клинической иммунологической эффективности вакцино-терапии на основе незрелых аутологичных костно-мозговых дендритных клеток в сочетании с фотодинамической терапией и циклофосфамидом у больных диссеминированной меланомой кожи. Об актуальности меланомы кожи я уже говорить не буду. Хочу только сказать, что меланома кожи характеризуется высокой степенью злокачественности и резистентности к химиотерапии. Стандартная терапия – декорбосин, объективный ответ 10%, веморфинип – 50%, средняя длительность ответа 7 месяцев. И это обстоятельство делает необходимым поиск принципиально новых методов системного лечения меланомы кожи, чем мы и занимаемся. Меланома кожи – это иммуногенная опухоль, и на сегодняшний день зарегистрированы спонтанные регрессы меланомы кожи, как уже отмечали витилиго. Иммуногенность опухоли характеризуется наличием специфических и опухоли-ассоциированных антигенов, меланомо-ассоциированных антигенов, высокоиммуногенных раково-тестикулярных антигенов, мутантных антигенов, ассоциированные с трансформацией. Также иммуногенность обусловлена длительным ответом на иммуноботулирующие агенты. Это использование интерферона, интерлекина 2-го, адаптивную токлеточную иммунотерапию, вакцинотерапию, и блокадры СТЛА4 рецептора, антипидиодин рецепторы и другие препараты. Нужно сказать, что увеличение количества опухоли-специфических цитотоксических Т-лимфоцитов и активация адаптивного иммунного ответа, а также гуморального иммунного ответа и увеличение количества меланомо-ассоциированных антител, активация неспецифического иммунного ответа и увеличение количества НК-клеток, как в опухоли, так и в дренированных лимфатических узлах, в периферической крови, ассоциируется с лучшим прогнозом пациентов с меланомой кожи. Нужно сказать, что отсутствие адекватного иммунного ответа характеризуется накоплением иммуносупрессирующих клеток. Это и увеличение Т-регуляторных клеток, и увеличение милоидных супрессорных иммуносупрессирующих клеток. У пациентов с меланомой второй-третьей стадии ассоциируется с худшим прогнозом заболевания. Применение вакцинотерапии на основе костно-мозговых дендритных клеток мы сочетали с использованием фотодинамической терапии. Фотодинамическая терапия состоит из двух компонентов. Это использование фотосенсибилизатора, препарата, который накапливается в активно пролиферирующих клетках, в опухолевых клетках. Второй компонент – использование низкоэнергетического излучения света, длина волны которого совпадает с пиком поглощения фотосенсибилизатора, в частности фотодитозина, который мы используем для наших пациентов. Под воздействием фотодинамической терапии происходят в опухолевой ткани иммунохимические реакции, образуются свободные радикалы, выделяется синглентный кислород, который разрушает митохондрии, увеличивает количество и инициирует образование КАСПАС, цитохрома С. Все это ведет к гибели опухолевых клеток по пути апоптоза или по пути некроза. Опухоль в таком случае становится иммуногенной и привлекательной для клеток иммунной системы. Организуется хемотаксис клеток иммунной системы, запускается каскад иммунных реакций под действием различных цитокинов и активируется специфический и неспецифический иммунный ответ. Нужно сказать, что усиление специфичности противопухолевого иммунного ответа на основе фотодинамической терапии в сочетании с дендритно-клеточной вакциной характеризуется повышением презентации меланомо-ассоциированных антигенов, повышением кросс-презентации меланомо-ассоциированных антигенов, активацией Т-лимфоцитов и увеличением хоминга, а также снижением продукции иммуносупрессирующих факторов. Если подытожить, то иммуногенность фотоиндуцированного стрессового апоптоза обусловлена повышенной экспрессией белков теплового шока на клетках меланомы, изменениями в нуклеиновых кислотах, напоминающие вирусные копии, повышение экспрессии опухоли-ассоциированных антигенов. Это все делает опухоль и клетки меланомы более привлекательными для незрелых дендритных клеток, способных захватывать антиген. Здесь представлена схема приготовления и сочетания вакцины на основе незрелых дендритных клеток с фотодинамической терапией. Как уже говорилось чуть ранее, мобилизуются предшественники дендритных клеток в периферическое русло. С помощью введения ГКСФ в течение пяти дней производится операция лейкофереза. В дальнейшем из полученного материала мы дифференцируем дендритные клетки с использованием различных ростовых факторов ацитокину, это ГМКСФ, интерлейкин 4. И здесь отсутствует одно звено в приготовлении вакцины, которое обычно производится инвитро. Это нагрузка и активация дендритных клеток незрелых опухолевыми антигенами. Это производится инвиво в организме у пациента в предварительно облученной и обработанной фотодинамической терапией опухолевый очаг, доступный для лечения данного пациента. Но, естественно, создание вакцины на основе дендритных клеток в сочетании с фотодинамической терапией предшествовали экспериментальные разработки модели фотоиндуцированного стресса на клетках линии меланомы кожи инвитро. То есть отрабатывались дозы, используемые фотосенсибилизатора, отрабатывалась экспозиция облучения лазером, а также интервал между облучением и введением вакцинных дендритных клеток с использованием системы непрерывного наблюдения за живыми клетками ЦЛИКЮ в культуре. Здесь представлены результаты этого исследования. Это использование как различных концентраций фотосенсибилизатора, так и различное время воздействия света. До начала клетки находятся в жизнеспособном состоянии, через 7 часов 38 минут большее количество клеток уже погибшие. Это контроль. Также прибор непрерывного наблюдения за живыми клетками позволяет нам вести наблюдение за дифференцировках незрелых дендритных клеток инвитро, позволяет охарактеризовать их эндоцитозную активность, их миграционную активность, посмотреть жизнеспособность и количество дендритных клеток. Эффективность ФДК вакцинотерапии. Здесь представлено лечение 14 больных, которые получили до этого от 2 до 4 линий лекарственной терапии. Это больные четвертой стадии. В общем, каждый получил от 1 до 6 циклов фотодинамической терапии в сочетании с дендритно-клеточными вакцинами. Клинический эффект был зарегистрирован у 57% больных, у двух пациентов частичный регресс, стабилизация заболевания у 6 пациентов, медиана времени до прогрессирования составила 3,8 месяцев и более 11 месяцев медиана общей выживаемости. Эти результаты сопоставимы с результатами у аналогичных пациентов в исследовании пептидной вакцины в сочетании с эпильмумамом, где время до прогрессирования составило около 3 месяцев и более 10 месяцев общая выживаемость. Нужно сказать, что оценка клинической эффективности по общей выживаемости, по частичному полному регрессу является достаточно поздней. И порой отсутствие клинической эффективности еще не говорит об отсутствии противоопухолевого эффекта или иммуногенности какого-либо препарата, в частности вакцинотерапии. Поэтому существует необходимость поиска суррогатных маркеров, которые бы коррелировали с клинической эффективностью. И эта работа ведется в нашей лаборатории. Мы ищем такие маркеры. Это количество может быть интерферонгамма-секретирующих клеток или количество иммуноглобулинов G-специфических. Это оценка поствакцинального специфического иммунного ответа в ЭЛИСПОТ-тесте в клеточной ЭЛИСА. Здесь представлены результаты ФДК-вакцинотерапии. Диссеминированной меланомы кожи, как я уже сказала, предполагается введение дендритных клеток, костно-мозговых незрелых дендритных клеток в предварительно обработанной фотодинамической терапией очаг. Но мы ожидаем системный эффект вакцинотерапии. То есть это наблюдаемая клиническую эффективность, оцениваем по отдаленным метастазам. Это биопсия метастаза меланома кожи в лимфатический узел, положительное окрашивание клеток на МИДФ и МИЛАН-А до начала лечения, и участки фиброзной ткани, жировой клетчатки с инфильтрацией лимфоидными клетками после цикла ФДК-вакцинотерапии. Этот очаг не был подвергнут введению незрелых дендритных клеток и облучению и обработке фотодинамической терапией. Какие же причины недостаточности эффективности противоопухолевой вакцинотерапии могут быть? Это отсутствие низкое содержание иммуногенных опухоли-ассоциированных антигенов в опухоли, и туда, куда мы вводим наши дифференцированные костно-мозговые дендритные клетки. Это низкоиммуногенные антигены, это отсутствие молекул главного комплекса гистосоместимости, образование низкоафинных Т-клеток, это и опухолевая иммуносупрессия, то есть накопление иммуносупрессирующих клеток и увеличение иммуносупрессирующих факторов в опухолевом микроокружении. Ну и, конечно, недостаточное знание биологических особенностей злокачественных опухолей различного гистогенеза и опухолевого микроокружения. Это недостаточное знание противоопухолевого иммунитета в период диссеминации опухолевого процесса и клинической ремиссии у каждого конкретного пациента и иммунологического контроля над опухолевым ростом. В дальнейшем наши изучения будут посвящены именно исследованием в области опухолевых клеток и опухолевого микроокружения, изучением клональной селекции, экспансии доминирующих клонов, изучением иммунологического и генетического разнообразия, контроля над опухолевым ростом, а также цитокином, моноклональных антител и исследованием различных видов вакцин. Спасибо за внимание. Спасибо.